Ребята, всем привет! Несмотря на такое время, я всё равно хочу фиксировать свой животик. Сегодня ровно 28 недель, началась 29-я неделя. Вот, мы уже такие большие, тяжкие, когда поперёк ложиться. Но очень интересный этап жизни, знаете, чувствовать это всё, наблюдать, ощущать. Это невероятно приятно и круто. Вот, что-то мне кажется, что на одном не закончится это всё, вся история. Так, сегодня у нас, я вам скажу, не очень прям такое хорошее утро на самом-то деле. Я вот себе только вот занятием подняла настроение. Чем я занималась? Я обклеивала все окна скотчем, чтобы волной ударной не повыносила стёкла. Они-то повыносятся всё равно, но, по крайней мере, от осколков мы не погибнем. Потому что оно будет всё как бы скотчем залеплено. Так, нужно, так сказали. Проснулась я сегодня в 5 часов утра, и знаете, как фашисты. Они даже ничего нового не хотят придумать. Уже какой день, ровно в 5 часов, сегодня в 5.05, они опять забрасывали бомбами Киев. И пострадали жилые дома, и нежилые дома. Поэтому мы готовы ко всему. В этом здании никого уже нет. 50 погибших есть. Мы не можем сказать точное число, потому что ещё спасатели не зашли на все этажи здания. Большое количество находится в госпиталях с травмами. Более позже мы сможем уже чёткие цифры сказать погибших и раненых в результате этого нападения. Реально готовы ко всему, зато все вместе дома. Что я делала целое утро? Тактически заклеивала вот так вот окна. Мне ещё в зале нужно заклеить. Это для того, чтобы от волны не повредиться стеклом. То есть, если оно будет отпадать, полностью разрушиться, то оно останется более-менее собранным мне по всей квартире. Вот такие занятия сейчас у нас происходят. Так, стирка у меня всё равно по расписанию, потому что носки, футболки, всё это нужно стирать, конечно же. Поэтому машинка работает. Слава богу, что у нас ещё есть вода и свет. В этой ситуации ничего не меняется. Ява, как видите, проводит так вот каждый день. Вот, побыла она немножко за котами и сейчас отсыпается. Значит, Юра с утра уехал. Уехал, можно сказать, волонтёрить, помогать. Скоро должен приехать. Мы наберём воду, найдём батон, несколько батонов. Если найдём, конечно, купим, потому что очень что-то серьёзно намечается. И нужно быть дома в этот период. Я видела видео с той стороны Мариуполь, Донецк. Люди, чтобы вы понимали, просто на отделении новой почты создали морг. Просто сносят туда тела. Написано баллончиком морг. Понятное дело, потом будут просто хоронить. Когда будут на это время и возможность. Вот. И также мальчика 13-летнего просто в ковре похоронили по дому. Я вам просто не могу передать, насколько я стараюсь абстрагироваться, конечно, от новостей. Меньше брать телефон, звуки, знать только, если что-то там снять. Или, да, конечно, почитать, потому что новости везде. Но морально пережить это очень сложно. Конечно, мне сейчас повезло, потому что я ещё в своей квартире, да, вот, ну, в той, которую мы снимаем. У нас есть вода горячая, холодная, есть кусок хлеба. Но, я не знаю, раньше я как-то жила с принципом «Моя хата с краю», я вам признаюсь, сейчас очень сильно душа болит за чужих людей. Вот так вот, такое время меняет людей кардинально просто. Я вам хочу сказать, что я, на самом деле, очень сильно шокирована. У нас много, кто, да, жил по принципу «Моя хата с краю», но сейчас, на данный момент, так случились люди, так они начали друг друга поддерживать. Я такой народности, вот, реально, ну, я не ощущала, не было так явно видно. Сейчас просто, ну, даже я говорю, взять соседей, взять дома, там уже целые дома просто, да, на охрану подъездов, между собой они общаются, друг другу помогают, волонтёрство, вот это вот всё. Это очень круто, и на самом деле народ у нас непобедим, потому что мы сплочённые, и мы не боимся, не боимся, по крайней мере, оговорить. Мы жили так хорошо, у нас не нищая страна была, у нас люди в сёлах могли себе позволить купить в дом хорошую технику, понимаете. У нас практически у каждого по машине было, все в отпусках какие-то ездили, то есть копили какие-то деньги. У нас реально было всё замечательно, и мы не просили никого нам помогать, вот в таком вот плане, тем более. Вот, но всё равно надеемся, что скоро это всё закончится, вы знаете, так просто мысли вслух, вот, обидно, очень обидно и больно за людей, которые пострадали, очень больно. Я хотела сказать, может, посмотрят, не знаю, вообще лучше бы, наверное, не поднимать эту тему, но вся мамина сторона, моей мамы, живёт в России. И дедушку когда-то перевели в другую часть, я так понимаю, они переехали, мама осталась с папиной стороной жить здесь, да, под Киевом. Вся мамина сторона живёт в России, и вы можете не писать, не пишите уже, не надо, уже не надо. Даже никто не спросил, как мы. Я понимаю, что вы боитесь сесть на 15 лет за сообщение родственнику, как вы там. И почему я вообще об этом заговорила? Потому что девочки мне, реально, они мне просто даже напомнили. Карина, у меня такая же ситуация, я даже ставлю сейчас сообщение, что вот такая же ситуация с родственниками, половина в России, и тоже, ну, ни привета, ни ответа. Обидно очень. Мы никогда, в принципе, особо не родались, вот. Как-то у всех своя жизнь была. Не знаю, я всегда себя считала какой-то чужой. Вот, но всё равно просто ради приличия можно было спросить. Мама моя переживает, конечно, я чью-чувствую, вижу это. Ну, ничего. Ничего страшного. Юрка уже, он вернулся, еле ходит, бедненький. Без привычки. Ладно. Ну, как? Много там дамышков? Ну, их много, и их и нужно много. Не прорвутся никак. Мы сейчас идём искать батон. А в Сельпо уже очередь большая. Видимо, вот как раз какое-то время нельзя будет выходить, поэтому люди сейчас будут покупать всё подряд. Фух. Погода на улице, конечно, замечательная. Жаль, что в такое время. Очень тепло, уже можно кеды, в принципе, обувать. Мы купили яиц ещё. Апельсины. Очень мне хорошо заходит морковку. Сложно найти сейчас в это время. И гранолу взяли, это если совсем свет отключат, сухой завтрак. Может, ещё одну пачку взять. С молоком хорошо заходит. Вот. Такая огромная очередь за хлебом. Ждём, пока приготовятся. И у Ли её взяли. У нас уже вечер. Я сейчас буду делать такую зажарочку. Есть подчерёвка немножко. Я разделила, там ещё есть кусочки. Но потом сделаю наперёд, чтобы завтра можно было просто с вермишелью смешать. Монтировала влог. Юлька после песка немножко подремал. Я, наверное, тоже, если получится, часик подремаю. Потому что вот сейчас сделаю поджарку. Обещают сегодня ночью что-то просто невероятное. Очень страшное. Даже сосед звонил в дверь. Или вообще в Юльке звонили на телефон. Говорят, и всё в метро прятаться. Но метро от нас очень далеко. Не знаю, ближайшие, наверное, километров 17-15. Но сейчас уже никак не доехать. Поэтому есть общий коридор. Там и будем пересиживать всё. Очень любопытно, что будет происходить. Надеюсь, что на связь я выйду. Так что не скучайте там. Я постараюсь появляться в Инстаграме в историях. Ещё постараюсь появляться в Телеграме. Кто не знал, я завела Телеграм-канал. Там чисто как мой дневник. Пишу просто свои мысли, от балды. Фотки выставляю, эти, которые в Инстаграме не выставляю. Сейчас я вообще Инстаграм толком не веду. У меня как информационная площадка. Но сегодня выставила фотографию. Я описала своё состояние. Потому что ровно 28 недель. Началась 29-я неделя. И рассказала, что я ощущаю. Вообще, как всё проходит. На данном этапе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова